Продолжение следует... Продолжение следует... В течение ближайшего часа поговорим об этом подробнее, но прежде Антон Бенедиктов расскажет, что еще на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты. Чем больше прав у нас будет, тем менее мы свободны, заявила сенатор Елена Мизулина. Цитирую. Говорят, депутаты только все запрещают, но это совершенно ложное представление. Запрет — это как раз есть то, где человек свободен, потому что он говорит «это нельзя, а все остальное — как хочешь». Таким образом, Мизулина поддержала нашумевшие законопроекты, в том числе об изоляции Рунета. Его, кстати, приняли в Совете Федерации. Теперь документ поступит на подпись президенту и должен вступить в силу уже в ноябре. Во время обсуждения в зале заседаний отключились свет и связь. А документ как раз предполагает, что российский сегмент интернета должен продолжить работу, даже если будет отрезан от мировой сети. Критики законопроекта опасаются, что это приведет к усилению цензуры и подорожанию интернета в России. 100 тысяч рублей компенсации морального вреда получит краснодарский адвокат Михаил Беньяш. В прошлом году его арестовали на две недели после акции против повышения пенсионного возраста. Представитель прокуратуры просила удовлетворить иск на 50 тысяч рублей. Но судья сочла, что арест адвоката стоит в два раза дороже, написал Беньяш в Фейсбуке. Изначально за незаконный арест он требовал полмиллиона. Адвокат утверждает, что был избит при задержании, но уголовное дело возбудили против него самого. По версии следствия, одного полицейского он укусил, а второго ударил локтем по лицу. Троих сотрудников колонии в Хакасии посадили за избиение осужденных. Один из начальников приговорен к шести годам колонии общего режима, два его подчиненных к пяти годам. Их признали виновными в превышении полномочий, а по эпизодам сексуального насилия оправдали. По версии следствия, три года назад сотрудники колонии избивали заключенных, чтобы те отказались от адвокатов. Одному из пострадавших пришлось удалить почку. По данным генпрокуратуры, пытки в местах лишения свободы применяют в половине регионов России. В Новосибирске возбуждено уголовное дело после обысков у членов религиозной организации «Свидетели Иеговы». Дело открыли по статье об организации деятельности экстремистской организации. Об этом сообщил источник агентства «Интерфакс». Два года назад Верховный суд России запретил «Свидетелей Иеговы». С тех пор уголовному преследованию подверглись десятки последователей учения. Российским морякам отказали в выплате суточных за походы в Сирию. 27 военных ходили туда на кораблях с 2016 по 2018 годы и рассчитывали, что получат до 300 тысяч рублей суточных. Когда в командование части им отказали, они обратились в военный суд. Но там отметили, что надбавку за риск для жизни в мирное время морякам уже выплатили. А поход в Сирию по приказу Минобороны — это не командировка. Ранее суды объясняли это тем, что корабль — территория России. Летчики в самолетах в небе над Сирией тоже формально находятся на российской территории. Но им командировочные платят, жалуется адвокат военных. Врачи скорой помощи в Новгородской области устроили итальянскую забастовку. Поводом стали низкие зарплаты фельдшеров и водителей — 14 тысяч рублей. Сотрудники скорой требуют увеличить оплату на 100%. Главу профсоюза задержала полиция. Итальянская забастовка — это форма протеста, при которой сотрудники выходят на работу, но предельно строго исполняют свои должностные обязанности и правила, и ни на шаг от них не отступают. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Ольга Жигулова из Краснодарского края добивается повышения пособий для многодетных семей. Несколько дней она провела в одиночных пикетах у Государственной Думы. Ольга одна растит девятерых детей. Муж ушел из семьи пять лет назад и не платит алименты. А ежемесячное пособие от государства на всех девятерых детей — пять тысяч рублей. Сначала женщина обращалась к руководству края, потому что пособия многодетным устанавливают именно региональные власти. Но помощи не дождалась. Депутаты, с которыми Ольга встретилась в Москве, посоветовали ей искать спонсора или временно сдать детей в приют, пока не улучшится финансовая ситуация. Рассказывает Нина Довледзянова. Несколько пикетов у Госдумы провела многодетная мать из Краснодарского края Ольга Жигулова. Она добивается повышения пособий для многодетных семей. Пока мне не назначат выплаты в районе прожиточного минимума на каждого ребенка, я отсюда не уеду, потому что мне возвращаться не на что, мне там жить не на что. Я не буду сидеть тихо в своей деревне и потихоньку с детьми с голода загибаться, чтобы этим чиновникам спокойно жилось. Ольга одна, растет 9 родных детей возрастом от 4 до 18 лет. Ее муж ушел из семьи 5 лет назад и не платит алименты. Ежемесячное пособие от государства на всех детей – 5000 рублей. Часто даже купить продукты – проблема. Старший сын был вынужден отказаться от высшего образования и пошел работать, чтобы прокормить младших братьев и сестер. 594 рубляет на ребенка на 3 месяца, на ребенка, на сына, который 17 лет. Я уже занимаю на еду, уже который год. Я должна всем знакомым, родственникам, друзьям, уже там в банке, я уже не знаю. Сначала Ольга обращалась за помощью к руководству Краснодарского края. Выплаты многодетным определяют региональные власти. Но помощи от них не поступило. Зато все это время про семью Ольги не забывал военкомат. Старший сын на данный момент, ему уже 18 лет, он в армии. 8 детей несовершеннолетних проживают со мной. Я о своих детях много лет заботилась одна. Практически безо всякой помощи от государства. С каждым годом ситуация в стране все тяжелее. Продукты питания все дорожают. За 18 лет 6 раз подорожали продукты питания. Ни в одной стране мира такого не произошло. Если бы произошло, были бы уже голодные бунты давным-давно. Как во Франции, да. В середине апреля Ольга приехала в столицу со всеми детьми. Поселилась в Подмосковье и ходит на приемы в Госдуму, общественную палату, к правозащитникам. Ольга Жигулова считает, что выплаты многодетным необходимо довести до прожиточного минимума на человека. Депутаты, с которыми общалась Ольга, идею не поддержали и посоветовали искать спонсора или временно сдать детей в приют, пока не улучшится финансовая ситуация. Сейчас у меня денег на два дня осталось на продукты. И то мне перечислили знакомые, когда узнали, что я уехала в Москву. Я на последние деньги сюда приехала, чтобы обратиться к властям непосредственно. Но они меня только все футболивают. Результат принесла встреча Ольге Жигуловой с уполномоченным по правам ребенка Оксаной Пушкиной. После ее звонка директору Федеральной службы судебных приставов сразу нашелся пропавший муж Ольги. С него четыре года не могли взыскать алименты. Отец задолжал своим детям полтора миллиона рублей. По словам Ольги, он страдает алкоголизмом и алименты семью не спасут. Эта программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире Радио Свобода телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а в студии со мной президент Ассоциации по реализации социально значимых программ в сфере семьи, материнства и детства «Много нас» и Елены Фоминых. Елена сама многодетная мама. Елена, скажите, вот история, в которой оказалась Ольга Жигулова. Она уникальна для многодетных семей в России? Боюсь, что нет. Это совершенно стандартная ситуация, это совершенно стандартное состояние многодетной семьи, особенно такой много-много детной, в которой воспитывается девять деток. Да, это исключительная семья в части того, что в ней столько кровных деток, девять детей. Но ситуация совершенно стандартная. Я очень хочу, чтобы после этой программы мы развеяли все мифы о государственном обеспечении, о таком сверхобеспечении многодетных семей. Подождите, а что, не платят? Вот если послушать многодетных в Москве, то, в общем, не так уж тут все и плохо. Льготные, ну, помимо всяких льгот социальных на жилье, на коммуналки, на проезды, еще существуют какие-то льготные кружки, плюс какие-то пособия, какие-то подарки, единовременные выплаты, и, в принципе, плюс жильем обеспечивают, и, в принципе, можно как-то вполне себе жить. Ну, нет, давайте все опровергать, и давайте вот так вот прям поэтапно. Даже в Москве, Москва и Россия, это два совершенно разных государства, с совершенно разным социальным государственным обеспечением тех или иных категорий социальных. Вот, но даже вот такая распрекрасная и расписная Москва, увы, не предоставляет жилье многодетным семьям. Есть даже такая организация, очередники Москвы, в которой люди, совершенно не стесняясь, говорят о том, что они стоят в очереди по 20, по 30, по 40 лет, то есть вырастают уже несколько поколений в этих семьях. Но, увы, никаких льгот и преференций в жилищном кодексе Российской Федерации для многодетных семей не предусмотрено. Парковка бесплатная. Бесплатная парковка только для многодетных Москвы. То есть многодетные в Москве, они действительно имеют право бесплатно парковаться. Все остальные регионы... Если у них есть, что парковать. Если у них есть, что парковать, да. Совершенно верно. И потом, сразу, чтобы развеять мифы о Москве, да, действительно, социальное обеспечение, социальные гарантии в Москве, в отдельно взятом регионе, да, ну, чтобы понимали, социальная поддержка, государственная поддержка многодетных семей, многодетных приемных семей, семей с детками-инвалидами, она очень серьезно различается в разных регионах Российской Федерации. То есть каждый регион, он принимает решение о приоритете траты бюджета. Вот. И если денежки остаются на социальное обеспечение многодетных семей, то они, наверное, туда и идут. Ну, вот Краснодарский край, да, один из показательных моментов, показательных регионов, да, в которых материальные гарантии со стороны государства, они... Минимальные. Ну, даже не минимальные. Давайте для сравнения, да, Ольга получает в год на всех своих 9-х детей 70 тысяч рублей пособий. И вот для сравнения, на обеспечение заключенного в Российской Федерации в год выделяется 220 тысяч рублей. На десятерых членов семьи, многодетной кровной семьи, 70 тысяч рублей в год и 220 на одного заключенного. Да, при том, что правозащитники подчеркивают, что этих денег тоже не хватает для того, чтобы заключенные в российских колониях нормально существовали. Да, человечески существовали. Ну, вот можно себе представить, как на такие средства, при том, что Оля, она работает, она работающая, многодетная мама. Вот так вот, чтобы не потеряться с мыслью, многодетные семьи Москвы. Сейчас введены так называемые ограничительные меры, при которых для получения социального пособия на ребенка, вы должны доказать, что вы малоимущая семья. А для этого вам нужно подать документы о всем имуществе, которое у вас есть, о квадратных метрах жилья, в которые, увы, включаются и жилые дома там в разных областях. Ну, любая постройка, которая построена на земле ИЖС, она считается пригодной для местопостоянной регистрации. И включается в просчет малоимущности так называемой этой семьи. Есть вопиющие случаи, когда просто имея квадратные метры какой-то халупы, какого-то жилья во Владимирской области, там, многодетная семья с мамой-одиночкой, она не имеет права получать детские пособия и... Потому что они не малоимущие. Да, они не признаны малоимущими. А малоимущие это сколько, вот в Москве считают? Вы знаете, разные тоже прожиточные минимумы. Я боюсь соврать, потому что я многодетная мама Подмосковья. В Подмосковье это 12 тысяч рублей на человек. В Москве, я думаю, что чуть побольше. В месяц? Порог, порог, да. На каждого члена семьи. А известно ли, каковы минимальные размеры пособий в России для многодетных? В регионах, вот тоже я боюсь вас дезинформировать, но вот 8 тысяч рублей, 7 тысяч рублей я слышала в регионах, вот существует и такой... В год или... Нет, нет, на каждого члена семьи прожиточный минимум составляет 7, 8, 9 тысяч рублей. На каждого члена семьи. А для чего вот эти ограничительные меры ввели? Это такой циничный подход, что нечего рожать? Если уж решили рожать, то сами и кормите, или как? Вы знаете, вот на мой взгляд, вообще в политике, в государственной политике, в Совете Федерации, в Государственной Думе, во всех эшелонах власти, у нас нету человека с земли, знающего проблемы семей. Не только многодетных семей, а просто семей. Вот в сюжете о Ольге, о ее жизни, да, 5 лет развода с мужем и ни копейки алиментов. То есть, ну, это стандартная ситуация, чтобы вы понимали. Бедная многодетная, немногодетная мама-одиночка, когда она остается одиночкой, она обивает пороги сначала мировых судов, а потом служб судебных приставов и добивается того, что она упрашивает, найдите, пожалуйста, моего мужа, где он работает. И зачастую, находя мужа, бывшего мужа, да, служба судебных приставов, она сталкивается с тем, что там будут справки... Да, или взять с него нечего, или справки, как бы, о серой заработной плате, формально копеечные, да, доход у этого экс-папы, который, в принципе, не может в семью принести уже никакого дохода. В семью, я имею в виду, своим деткам. Поэтому обязательно нужна государственная подушка, финансовая подушка, посредничество, понимаете, между алиментоплательщиком и получателем алиментов. То есть любая мама, любая мама в России, она должна получать эти алименты, ну, хотя бы в размере прожиточного минимума. А потом государство должно уже запрашивать эти алименты и получать эти алименты непосредственно с должника. Вот такая история должна быть. То есть гарантии должны быть, а не вот эти вот просто... Это жуткие истории, вот, ну, такие, как у Ольги. Но вы же слышали, наверное, комментарии из разряда, вас никто же не просил рожать. Да, это банальщина, это банальщина. А чего вы рожаете, если вам не на что кормить этих своих детей? Я, вы знаете, разместила пост. Меня вот за 5 лет моей общественной жизни, за 20 лет материнства, меня этот вопрос, ну, просто достал. Это, ну, по меньшей мере, негуманный вопрос, да, нефилантропичный такой вопрос. Унижающий достоинства любой матери, тем более многодетной матери. Ну и потом я считаю, что это антигосударственный, сейчас, в данной демографической ситуации, в которой находится сейчас Российская Федерация, это антигосударственный вопрос. Меня просило рожать мое материнское сердце, души моих будущих и сейчас горячо любимых детей. И вообще, в принципе, божественная родовая составляющая этого великого дела деторождения. Вот. Ну, меня в этом смысле не переубедить и не переломить, то есть меня этим вопросом в стопор не ввести. Но вот простую, простого обывателя и простую многодетную маму... Можно довести до слез. Можно просто ее вывести из колеи на несколько лет ее жизни. Ну, у меня, честно говоря, просто в голове вот это вот не укладывается. С одной стороны, такая пролайферская позиция чиновников, которые говорят, рожайте, рожайте, рожайте. Нам обязательно нужны дети. Все больше и больше ограничений вводят по регионам, связанных с абортами. Не разрешают рассказывать о контрацепции молодым девочкам, и не только девочкам, там, и ребятам. Да, с одной стороны, рожайте, с другой стороны, как только вот рождаются дети, тут же чиновники говорят, а мы вас бы не просили... А кто вас просил рожать? Дорогие граждане Российской Федерации. Что вы к нам пришли за деньгами? Ну, вот это действительно, это такое, ну, такое, я не знаю, как назвать это, казус. Это, ну, это что-то несопоставимое, да? И я объясню. Вот все меры, которые сейчас предпринимаются, это такие серьезные меры, десятилетия детства, национальные проекты, обращение президента к Совету Федерации с тем, чтобы уменьшить, ну, сделать льготную ипотеку, семейную ипотеку, жилищный и детский вычет и все остальные вот моменты. А это стимуляционные, искусственные моменты, которые заставят на какой-то определенный вот совсем короткий промежуток времени семьи действительно простимулируют к рождению детей. Ну, так же так было, когда ввели вот эти вот материнский капитал. Материнский капитал, да, материнский капитал, совершенно верно. Это стимуляционная мера. Но, я еще раз повторюсь, в здоровом, если здравомыслить и если действительно стабилизировать демографическую обстановку в Российской Федерации, то нужно думать о фундаменте. А фундаментом в этой стране может стать только многодетная семья. Вообще в данной демографической обстановке семьи должны делиться на две категории. Многодетные и будущие многодетные. То есть нынешние многодетные и будущие многодетные семьи. И когда многодетная семья станет в России самым благоприятственным типом семьи, вот тогда мы самым благоприятственным, понимаете? Вот сейчас будет закон у нас, сейчас прорабатывается, уже очень долго прорабатывается закон о статусе многодетной семьи, который должен не только определить статус многодетной семьи, но этот статус, он предполагает и определенные преференции, и именно гарантии. Не помощь, вот эти вот подачки, которые ты будешь оббегать все пороги, оббивать все пороги инстанции, чтобы получить эти нищенские детские пособия. Да, при том, что большинство пособий и вообще вот этих льгот, насколько я понимаю, это же все носит заявительный порядок. То есть пока ты не придешь, не добьешься, не соберешь все документы. Да, не большинство, а все льготы и преференции, вообще все на то, что мы можем претендовать, имеют форму заявительного характера. Заявил, получил, не заявил, не получил. То есть наша правовая компетенция, она напрямую влияет на качество жизни семей. То есть многие и не знают о том, что положено, и не знают, чего можно добиваться. То есть приходишь в инстанцию, говоришь, ой, мне нужна путевка на летний отдых ребенка. Тебе говорят, нет путевок. Ну, мама чаще всего разворачивается и уходит. Получается так, что у ведомства, у министерства нет запроса, у них все запросы удовлетворены, потому что письменного заявления не было. А мама у нас остается без путевки. То есть обязательно нужно понимать и не снимать с себя личной ответственности за то, чтобы получать то, что положено от государства. Скажите, вот вы уже пару слов произнесли по поводу этого проекта-закона, который, насколько я понимаю, сейчас где-то в недрах Совета Федерации разрабатывается. Да, сейчас, насколько мне известно, да, в Совете Федерации. Матвиенко вроде там своим коллегам поручила что-то проработать, доработать. Но я уже видела, готовясь к программе, какие-то отрицательные отзывы вот на этот законопроект, который еще даже никуда в Думу не вносили. Чем не нравится предложение сенаторов? Вы знаете, пускай они сравнят закон о статусе многодетной семьи, но сейчас это называется проектом, рабочая версия, насколько я понимаю, проекта закона. Она называется закон об основных гарантиях многодетным семьям в Российской Федерации. Пускай они сравнят этот проект закона с законом о статусе члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы, или с законом о статусе военнослужащего. Такие законы у нас есть. Вот пускай они сравнят, и как бы говорить уже не о чем будет. А я скажу... Ну, как-то они будут сравнивать себя, любимых сенаторов, депутатов, но с какими-то многодетными. Вот вы знаете, адекватный прожиточный минимум, он станет тогда адекватным, когда вот зарплата члена Совета Федерации, зарплата депутата Государственной Думы, она будет равна прожиточному минимуму, установленному в Российской Федерации. Вот тогда мы сможем говорить о справедливой политике, о социальной политике в нашем государстве. Сейчас, увы, нет. И тот проект закона, который видела я, ну вот я скажу свое личное экспертное мнение, потому что во мне сейчас находится в сухом остатке очень много информации о положении многодетных семей из разных регионов. Так вот, этот проект закона, он обозначает, четко обозначает именно статус многодетной семьи. То есть многодетной семьей будет являться семья с тремя детками, да, с тремя и более детками, до достижения младшим ребенком 18-летнего возраста. Точка. Все остальное, что прописано там, имеет формулировки «может предоставляться», а «может и не предоставляться». То есть по факту этот опасный сейчас вот закон, законопроект, он несет реальную опасность для многодетной семьи. Потерять уже то, что вот сейчас имеем мы, да, в каждом регионе разное, но мы сейчас имеем что-то. Этот закон, законопроект, он упраздняет имеющиеся. А для чего его вообще придумали? Чтобы объединить вот все эти разрозненные акты, законодательные какие-то, подзаконные акты? Вот, на мой взгляд, это вот, ну то, что я читала, это кодексирование, это кодекс определенный, это набор тех или иных льгот, прописанных в указе президента 92-го года, каких-то вот моментов федеральных льгот и просто даже не льгот для многодетных, а в принципе тех прав, которые имеют все семьи в Российской Федерации. То есть их объединили так вот и лаконичненько сложили. Но еще раз говорю, что вот в этом законе обязательно должны быть две фундаментальные меры поддержки многодетной семьи, вернее три. Первое – это жилье. Вот я вам могу приводить примеры, и я боюсь, что наша программа просто очень серьезно затянется, когда многодетная семья, вот семья с шестью детками, живет на 28 квадратных метрах. То есть квадратных метров меньше, чем выделяется на кладбище, я не побоюсь этого слова, подместо на кладбище. Понимаете, какой абсурд. Чудовищные жилищные условия и никаких перспектив улучшения жилищных условий сейчас у многодетной семьи нет, у нынешней многодетной семьи нет вообще. То есть нынешняя многодетная семья, она даже не затронута вот этой вот социальной ипотекой президента. Только при рождении еще детей ты получаешь право на эту льготную ипотеку. Нынешняя многодетная семья ее не имеет. Значит, первая фундаментальная мера, гарантия государства – это улучшение жилищных условий. То есть чем больше в семье деток рождаются, тем лояльнее к тебе становится и ипотечное кредитование, и в принципе… Государство… Есть те семьи, которые никогда себе не смогут позволить ипотеку. Никогда. Да. Вот такие, как Оля Жигулова, да? Ну, не будет никогда в этой семье средств. Ну, социальным жильем, да, вы же можете помочь. Давайте посмотрим, да, правдим глаза. Так вот, первое – это жилье. Второе – это материальные гарантии со стороны государства после рождения третьего и последующих детей. Нужно четко понимать, что… Вот смотрите, у нас поддержка приемной семьи, она осуществляется на очень высоком уровне. И то они… И то тоже люди жалуются. Люди жалуются и добиваются там увеличения этих льгот и преференций. Но и тем не менее, в приемной семье каждый родитель имеет вознаграждение, каждый родитель имеет вознаграждение за свои родительские функции, которые он несет по отношению к приемному ребенку. Также в приемной семье выделяется на каждого ребенка компенсация на то, чтобы вот он рос, ну, на затраты. Компенсация на затраты. Ежегодные пособия, они очень немаленькие пособия на каждого ребенка. И труд приемного родителя, он ценится гораздо выше, чем труд многодетной матери. Например, приемная мама, приемные родители, они получают страховой стаж, пенсионный страховой стаж. И они совершенно спокойно, как бы, могут воспитывать своих приемных деток. Я очень рада, я преклоняю колено перед всеми приемными родителями. Но я категорически против вот этой вот огромной бездны между кровным и приемным родительством. Доходит до абсурда, когда отбирают детей у кровной мамы и отдают в приемную семью. Отбирают у кровной мамы, потому что кровная мать не может дать квадратных метров, не может дать обеспечение на нужном уровне. Пожалуйста. Вместо того, чтобы помочь родной кровной семье. Да, изначально укрепить фундамент, традиционную русскую семью. Мы стимулируем приемное родительство. Точно так же и в отношении, кстати, деток-инвалидов. Почему не поддержать маму, которая оказалась в этой ситуации, у которой появился ребеночек-инвалид? Нет, мы будем сейчас создавать профессиональные семьи и платить профессиональным родителям за обслуживание этих деток. Огромные деньги. Да, спасибо большое, Елена Фоминых, президент Ассоциации «Много нас» была в эфире программы «Человек имеет право», которая выходит на Радио Свобода и телеканале «Настоящее время». Елена, мы непременно с вами встретимся, когда уже появится все-таки проект закона. Внесут в Думу, чтобы было что предметно обсуждать. Спасибо вам за вашу работу. В России горят леса. Общая площадь пожаров достигла 22 тысяч гектаров. Наиболее сложная ситуация в Забайкальском крае, где, по официальным данным, за 4 дня пожаров без жилья остались 800 человек. Столько заявок на признание пострадавшими получили местные власти. Более 30 человек в ожоговых центрах, четверо в тяжелом состоянии. Тысячи домашних животных погибли. По одной из версий Министерства по чрезвычайным ситуациям, степной пожар пришел из Монголии. Экологи в этом не уверены. Иван Воронин выяснял, почему масштабные пожары в Сибири стали ежегодной плачевной традицией. У нас свой Ноттердам. В сердцах заявил глава одного из районов Забайкалья. В считанные часы пламя охватило регион, а счет пострадавших населенных пунктов пошел на десятки. Разрастанию пожара способствовал штормовой ветер. Не спасали и противопожарные опашки. Транши вокруг поселений, рассчитанные на то, чтобы останавливать низовой пожар. Огонь распространялся со скоростью до 30 км в час. Кадры из Забайкалья напоминают фильм жанра постапокалипсис. Основные пожары сейчас происходят в южных, в степных районах края и на юго-востоке. То есть сильно, например, пострадал пограничный город Забайкальск. В основном это от 200 до 500 км от регионального центра. Хотя есть пожары и ближе, в Агинском районе. И даже в Читинском районе на днях тоже был пожар, потому что из-за ураганного ветра там любая искра тоже развивает пожары. И от свалки, к сожалению, разрослось это и в природный пожар. Следственному комитету еще предстоит выяснить причины пожара и ответственных за столь масштабный ущерб. Сегодня, 23 апреля, стало известно о возбуждении Следственным комитетом уголовных дел по статье «Халатность». Основная причина большинства лесных и степных пожаров – банальный поджог травы, говорят экологи. В Смоленской области, в зоне Чернобыльского отследа, люди считают, что так можно землю от радиации очистить. В Брянской области такие же есть поверья. Кто-то считает, что так можно очистить землю от клещей или от змей. Кто-то считает, что так травка будет быстрее расти. Кто-то считает, что это просто необходимости привести землю в порядок, будто она сама с этим не справится. Все это не имеет отношения к реальности. И единственное, что можно сделать, это не поджигать. В России за поджог травы могут оштрафовать на 5000 рублей. Хотя порой такую сумму поджигатели, хотевшие как лучше, не в состоянии заплатить. А ущерб от их действий идет на миллионы. Режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров в Забайкалье объявляют с пугающей регулярностью. К счастью, сейчас удалось избежать гибели людей. В конце апреля 2014-го в огне, который перекинулся на склад боеприпасов вблизи поселка Большая Тура, погибли 10 человек. В том числе волонтеры, тушившие пожар. Люди привыкли к тому, что каждую весну они видят дым на горизонте. Нет ощущения проблемы, нет ощущения опасности. А когда огонь уже доходит, стремительно доходит до домов, до заборов, уже поздно звонить в пожарную часть. Еще очень частая причина – это выброшенные окурки, в том числе автомобилистами. Причем любопытно замечать, что количество пожаров, начавшихся с обочин дороги, на восток нашей страны увеличивается. Потому что там больше проворольных машин, и окурок летит сразу на обочину, а не на середину проезжей части. В этом году ущерб от лесных пожаров уже превысил 280 миллионов рублей. Пострадавшим в Забайкалье начали выплачивать компенсации – 10 тысяч рублей. По 50 тысяч получат люди, лишившиеся части имущества. По 100 тысяч – те, кто потерял все. По последним данным, спасателей пожары удалось локализовать. Но в труднодоступных районах лес продолжает гореть. Причем это не локальная проблема. Сейчас уже сильно горит, в том числе по западной границе, Псковский район, Смоленская область, в Брянской области. Также есть пожары в Ярославской области, в Тверской области, в Ивановской области. Впереди уставны майские праздники с классическим шашлыком и пикниками на природе. И о том, что спички – не игрушка, стоит помнить не только детям, но и взрослым. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Десятиэтажные высотки, а то и до 40 этажей. Жители опасаются, что в новых дворах не то, что машину будет негде поставить, места для людей не хватит. Что ждет переселенцев, узнавала Анастасия Тищенко. Вопиющий пример нерационального использования земли. Так отозвался о районах пятиэтажек главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. И судя по первым проектам кварталов, которые хотят построить по программе реновации, земля будет использоваться в два, а то и в три раза эффективнее. В Семерном Тушине, например, согласно документации, снесут 22 дома общей площадью 161 тысяча квадратных метров. А построить планируют 494 тысячи квадратных метров. В поселке Западное в Солнцево вместо 34 тысяч квадратных метров возведут 129. Общая площадь нового жилья по программе реновации только в рамках первых шести проектов достигает почти трех миллионов квадратных метров. Это больше, чем вся территория княжества Монако. Или шесть территорий Ватикана. Жители будущих Собянинах уже обеспокоены таким уплотнением. Подозреваю, что битвы скоро будут уже даже не за парковочные места для автомобилей, а за место для ребенка в песочнице. Пишет в фейсбуке Елена Селькова. Власти успокаивают. Прирост населения запланирован лишь на 30%, а количество квадратных метров увеличивается в первую очередь за счет нежилой площади. Но вот сколько новых квартир будет построено, не говорят. Впрочем, на публичных слушаниях по проектам кварталов без ответа остаются многие вопросы. Как будут переселяться семьи неплодополучные, которые не обращают задуманность по украине до ШКП? Данный вопрос не является вопросом проекта тренировки. Я думаю, на последующих стадиях, когда откроются центры переселения, каждому жительному вопрос будет прорабатываться. Некоторые обещания власти исполняют. Хотели дворы без машин? Будут дворы без машин. Построим подземные парковки. Платные. Хотели новый детский сад? Будет новый детский сад. Но рядом несколько новых 25-этажных домов. Количество этажей в новых зданиях – еще один вопрос, который волнует жителей. Им обещали малоэтажные кварталы, а в проектах значится здание до 40 этажей. Это совсем не похоже на те картинки, которые власти показывали в сентябре 2018 года. Проекты иностранных архитекторов. Нынешние планы разработаны Институтом генплана Москвы, структурами Москомархитектуры и компанией Терра Аури. Власти утверждают, что жители могут оставить свои пожелания и замечания, которым они прислушаются. Но на публичных слушаниях выясняется, что в некоторых случаях уже все решено. Например, если дом является стартовой площадкой. Как это можно изменить? Никак. Когда вы послушали только сегодня, а вы уже утвердили этажность. Это как? Скажи, почему это с нами? Как проект без слушаний. Стартовая площадка, она вышла в высокое свое постановление. Она не является сейчас вопросом обсуждения, она утверждена. В нескольких районах москвичи собирают подписи против представленных проектов и требуют признать слушания несостоявшимися. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть. В эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарайчешникова. Со мной в студии адвокат Станислав Станкевич. На видеосвязи с нами активистка из Москвы Лада Юрьева. Станислав, а чем недовольны люди-то? Вместо старых вот этих хрущевок, против которых все выступали, все ждали, когда их снесут, дадут им новые. Вот им построят красивые монолиты, сорокаэтажные, с прекрасным видом на Капотню. Ну, знаете, я не пойму, чем люди недовольны. Не пойму. Потому что, мне кажется, что любому москвичу, который внимательно слушал представителей руководства города, было ясно, что они темнят. Собянин говорил про одну этажность, Хуснулин про другую. Главный архитектор города Кузнецов вообще периодически менял показания. Сейчас он открыл нам то, что, в общем-то, давно было очевидно, что основная цель реновации не только улучшить жилищные условия, но и рационально использовать земли города. Рационально это вразрез с законом, вразрез с утвержденными ранее нормативами и планировками города. А я напомню, что москвичи в тех же кварталах пятиэтажек приватизировали не только свои квартиры, но и общее имущество. К этому относилась благоприятная среда окружающая. И прилегающая территория к дому. Да, на единицу земли было определенное количество жителей, собственников, которое не могло увеличиваться в разы. Даже если бы все они стали многодетными. Конечно, конечно. Определенная инфраструктура советская, на которую сейчас будут, видимо, сажаться все эти многоэтажки. Поэтому, честно говоря, я не пойму, чем москвичи недовольны. Они же сами голосовали за это. Они сами голосовали. Более того, со времен вот такого большого митинга в мае 2017 года, если я правильно помню, крупных, совсем уж крупных выступлений не было. Ну, значит, собственно говоря, в целом недовольны. Всех все устраивало. На самом деле, я предвижу, что многие из тех сторонников сноса, как они говорят, хрущевок, хотя под программу реновации попало много девятиэтажек, почему-то подозрительно много попало девятиэтажек, прилегающих к парку Кузьминки. Я думаю, что там очень хорошее место для застройки. Так вот, я думаю, что москвичей ждет сюрприз, когда они узнают, как их будут переселять. Первые ласточки уже есть. Уже можно найти на сайтах судов кучу заочных решений, когда собственники якобы извещались надлежащим образом, но без них выносят решения не только о лишении их собственности на квартиры в текущих домах, но и принудительное признание за ними право собственности на какие-то другие квартиры, с которыми они явно не соглашались. Более того, эти решения предполагают все под копирку и требования департамента немедленного исполнения. То есть еще до обжалования вас могут выселять и выкидывать из квартиры, еще до обжалования в апелляционные инстанции. То есть вообще людей по большому счету ставят перед фактом. Вот как Настя Тищенко нам рассказала в этой своей небольшой справке, проходят публичные слушания, на которых вроде как должны обсудить с людьми, а что мы тут построим в вашем районе. Но никакого обсуждения нет, потому что решение, мы уже сказали, уже решение-то принято, мы вас просто ставим перед фактом. Выходит так, повлиять ни на что невозможно в этой ситуации. Ну, выходит так. Более того, вот те самые стартовые площадки, еще до всяких слушаний, вот сегодня читал где-то, в районе Черемушки, там два дома друг напротив друга, улица Власова, рядом на месте стоянок, на месте отведенных специально мест хранения автотранспорта, строятся, без никаких слушаний в районе Черемушки точно не проходило. Соответственно, как город строит эти дома? Для чего вообще тогда слушания нужны? Для чего нужен вот этот вот какой-то там архитектурный конкурс, где для отвода глаз, на мой взгляд, приглашали семенитые западные архитектурные бюро? А красивые домики-то вообще предлагали вот эти архитектурные бюро? Ну, Марьяна, дело вкуса, на мой взгляд, нет ничего красивее малоэтажной застройки на зелененных территориях, потому что... Это слишком дорого, слишком неэкономно или, как сказал главный архитект? Нерационально. Нерационально. Ну, знаете, в стране, где право собственности бы незыблемо было, вот за такие слова можно было не только лишить должности, это неминуемо, но и, в общем-то, возможно, какое-то уголовное преследование, потому что, по крайней мере, насколько я помню, Европейская конвенция защиты прав человека предполагает как раз, что ни государства, ни какие-либо группы не могут уничижать чужие права. Здесь мы видим, что главный архитектор берется за переделы, по сути, в его словах скрыто следующее. Он считает, что текущие права, которые люди получили, приватизировав дома, приватизировав земельные участки, соответственно, вот текущие планировки, которые, соответственно, на основании санитарных, в том числе, нормативов делались, что это нерациональное использование земли. А кто он такой, главный архитектор города, чтобы переделывать чужие имущественные права? Кто он такой? Главный архитектор города. С нами на видеосвязи активистка из Москвы, Лада Юрьева. Лада, скажите, пожалуйста, что в вашем районе, прошли ли там публичные слушания, что предлагают вам построить и как люди на это реагируют? Первая волна публичных слушаний прошла одновременно в шести районах. Они начались с 4 апреля, первый этап длился 7 дней. Прошли они как под копирку, то есть на первом этапе публичных слушаний, который, собственно, экспозиция, которая занимает 7 дней, в это время в управе должны показываться проекты, должны, собственно, проектанты, которые разрабатывают проекты, застройки, должны показывать и объяснять, что именно в районе будет происходить. Во всех шести районах никакой проектной документации предоставлено не было, вообще никакой. То есть все, что предлагалось обсуждать и оценивать, это, в общем, эскизы, ну и как бы и визуализация красивая, рендеры. Мы достаточно настойчиво от проектантов пытались добиться, собственно, то, что обязано по закону на публичных слушаниях быть, то есть, собственно, проектной документации, пытались добиться конкретных цифр. И соседи наши в остальных пяти районах пытались сделать то же самое. Ни в одном районе, ни одной цифры не было представлено. Мы задавали очень конкретные вопросы. Насколько увеличится плотность застройки? Насколько увеличится плотность населения? Проектанты говорили, что они не знают. То есть я говорю, что увеличится плотность незначительно, максимум на 30%, это входит в стандарты реновации. Но они, в общем, как бы не знают и гарантии особо дать не могут. Мы говорим, хорошо, давайте вы скажете нам, какое количество квартир будет построено, и мы, зная количество домов и количество квартир, которые будут снесены, примерно посчитаем. Они говорят удивительную вещь. У нас этой информации нет, потому что у нас в ТЗ такого не было. У нас в ТЗ была только этажность задана. А квартирография и количество квартир мы как бы не рассчитывали. Мы несколько опешили, начали копать и раскопали на сайте госзакупок по всем районам уже проведенные тендеры на выполнение проектной документации, в которых все эти данные есть. Причем тендеры эти, эти заказы выполнены, акты приемки работ подписаны. Там есть полностью и количество квартиры, квартирографии и, собственно говоря, и транспортные развязки, увеличение плотности населения. И ни про какие 30% там, к сожалению, речи не идет. То есть по всем районам увеличение в плотности минимум в три раза. В три раза? Да. Да. То есть не на 30%, а на 300% получается. Совершенно верно, да. Ну да, ноль забыли сообщить вам. Немножко ошиблись, такое случайное. Скажите, а на это вот вы, жители районов, можете сейчас каким-то образом повлиять? Вот закон о реновации предусматривает такой порядок, вообще действующий в России законодательство, предусматривает какую-то возможность законно, там не выходя с вилами на улицу, законно вмешаться в этот процесс? Это чудесный совершенно вопрос. Спасибо вам за него. Есть такой инструмент, как публичное слушание, который сам по себе носит рекомендательный характер. То есть по результатам публичных слушаний, в общем, проектная комиссия, префектура может их не принять к сведению. То есть может принять, а может не принять. Характер рекомендательный. Но даже в этом случае во всех шести районах шли массовые совершенно подтасовки. То есть начиналось все с того, что не было обязательного предварительного публичного уведомления об этих слушаниях. То есть формально в районной газете, которую нам раскладывают в ящики, которая, естественно, тут же летит в мусорку, там был маленький в два абзаца, что вот у нас вот тут как-то через несколько дней у нас публичные слушания будут. И все. Естественно, никто об этом не знал. То есть когда мы об этом узнали, практически случайно, там за три дня до начала экспозиции, мы решили взять на себя работу префектуры и соседей уведомить о том, что как-то вот у нас тут такое грядет, и хорошо бы нам в этом принять участие и вообще как-то, ну, как минимум знать об этом и прийти свое мнение выразить. Пришлось действовать партизанскими методами, печатать листовки, ходить их расклеивать. Через два дня поступила команда из жилищника, чтобы эти листовки моментально срывали. То есть мы ходили клеить в несколько очередей, разговаривали с соседями, рассказывали о том, что происходит, и рассказывали, как надо поступать, почему надо прийти на экспозицию, почему нужно прийти на очное собрание, почему обязательно нужно оставить свое мнение в журналах. То есть проектанты и префектура клянутся, что эти мнения будут учтены, что они рассмотрят все и как-то все пожелания, которые высказываются, и о снижении этажности, которую мэр Собянин лично гарантировал, что вот не более там 14 этажей никак вообще, от 6 до 14. При этом на всех проектах есть доминанты и в 22, и в 25, и в 30 этажей во всех районах. То есть ни про какие там 14 речи не идет. Что благоприятная среда будет сохранена, это категорически не так. То есть, да, дворы без машин, парковок нет, максимум подземные парковки платные по полтора миллиона. При этом сносятся детские сады, сносятся электроподстанции, все новостройки, многоэтажки сажаются на старые коммуникации, которые сейчас уже как-то на пределе своих мощностей работают. Ну то есть я не знаю, что это такое. То ли это осознанное вредительство, то ли вообще непонятно что. Но если дать этому реализоваться, то город ждет коллапс. Это рациональное использование земель. Лада, спасибо. Лада Юрьева была на связи с нами, активистка из Москвы. Станислав, поясните мне, пожалуйста, и все-таки, если, несмотря на то, что власти клянутся, что они рассмотрят и учтут все предложения, если они их не рассмотрят и не учтут, будет ли хоть какая-то законная возможность у людей повлиять на это решение властей? Это что, в котлованах спать, палатки разбивать? Как противостоять вот этому делу? Ну, Мария, ну, конечно, учтут. Конечно, учтут, но только необходимо перевести с чиновничего на русский, что такое учтут. Учтут, это значит, будет в протоколе публичных слушаний, в заключении написано, что, да, такое поступило замечание, предложение, и в соседнем столбце, да, подумать, или там, с честь не иррациональна, или это не предмет слушаний, и так далее. Учли, учли. Всегда так происходило. Хорошо, и все-таки, что делать людям сейчас? Есть какие-то законные способы остановить вот эту всю историю? Ну, честно говоря, вот с помощью слушаний, и с помощью массовых протестов в рамках этой процедуры удавалось останавливать отдельные проекты, но такую масштабную программу земельного передела, имущественного передела, да еще как бы поддержанную, ну, чего я скрывать, сотнями тысяч москвичей, которые выступали за, будучи введенными в заблуждение, разумеется, но, тем не менее, остановить ее на публичных слушаниях, я считаю, невозможно. В судах? В судах нет, тоже нет. В судах можно добиться, и сейчас мы выходим на Европейские суды и справедливости по отдельным делам, по отдельным домам, но не остановки программы в целом. Более того, если вдруг вы еще не знаете, сейчас существует уже целых два законопроекта, которые предполагают распространение вот этой реновации на всю страну. Один законопроект еще осенью прошлого года внесли в Госдуму депутат Галина Хованская и Сергей Миронов, и совсем недавно, вот буквально на днях, такой же законопроект ЗАГС Собрания Санкт-Петербурга тоже внесло в Думу, они предлагают, причем в проекте ЗАГС Собрания, они вот говорят, что, ну, не у всех есть только денег, сколько в Москве, поэтому мы предлагаем так, чтобы регионы сами решали, по каким правилам они будут у себя делать эту реновацию. Возможность хотят дать всем так вот, отобрать собственность голосованием 70% или скольких процентов жителей, жильцов этого дома, собственников, а как дальше, что будет, непонятно. Хотя бы этому-то закону можно противостоять сейчас? Ну, чтобы этот проект не стал законом. Ну, вопрос, кто это будет делать? То есть москвичи не могут справиться со своими проблемами. Я думаю, что единственное, что может остановить реновацию, это все-таки массовые протесты, которые... Это вы сейчас разжигаете? Нет, я не разжигаю, я просто думаю, что если все пойдет по тому сценарию, по которому сейчас идет, только начинается, то просто москвичи восстанут, потому что им ничего другого не останется. Но если сейчас первое решение по принудительному выселению в такие же, по сути, по метражу квартиры, но только в гораздо более худших по качеству домах, худшие квартирографии, где вся площадь увеличивается за счет коридоров. Сделка добровольная должна быть, смена добровольная, а людей выкидут принудительно, соответственно, принудительно за ними право собственности. Это вообще нонсенс. Вы сказали, что уже есть обращение в Европейский суд по правам человека. Если вдруг будет вынесено решение по жалобе ЕСПЧ, но вот в каком-то совсем обозримом будущем, и не как это обычно бывает, через несколько лет, это решение может повлиять в целом на историю с реновацией? Я думаю, да. Я думаю, да. То есть, по крайней мере, по аналогии, но наиболее, значит, вероятные жалобы, тип, это на принудительное признание права собственности на квартиру, которую собственник совершенно не хотел получить и совершенно не согласен с ней, да еще если это в его отсутствии происходило. А я подозреваю, как это делается, могу только подозревать, что высылается телеграмму собственнику, не письмо, как обычно, которое лежит на почте, и отметочка, что нет человека, не приходит он, не удалось вручить. Суд, соответственно, рассматривает без него, уведомлен человек, уведомлен. Без меня меня женились. Да, немедленное исполнение. Буквально 20 секунд у нас до конца программы. Скажите, тем не менее, есть смысл побороться за что-то вот на этих публичных слушаниях? Нет, бороться, разумеется, есть, чтобы хотя бы, по крайней мере, для того, чтобы не было посылать сигнал наверх, что нет вот этого благостного уже одобрения большинства, всемосковского улучшения жилищных условий, как это позиционируется властями. Но вряд ли это повлияет на окончательное решение? На текущем этапе нет, но это новый шаг к борьбе за свои права. Спасибо большое, адвокат Станислав Станкевич. В эфире программа «Человек имеет право», которую вела я, Марьяна Тарачешникова. Смотреть нас можно и слушать. В эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова